Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру Monster Hunter World. И у нас идет неделя Культорот, Арктемперт Культорот. Вот, и на самом-то деле умудрился навармить себе много интересного оружия, плюс затестил новые виды оружия, которые я до этого в принципе не узал. Это такие виды оружия, как Свитчекс или же Чаржблэйд. Очень крутые, на самом-то деле, как я раньше без них жил, не понимаю. Давайте я в принципе расскажу, что там по Культорот, что я умудрился вытащить, что я использую в принципе для того, чтобы побеждать, ну, чтобы ходить на Культорот. Многие используют на Культорот так называемые ЛБГ, Lightbow Gun, то есть, или как? Ну да, вроде Lightbow Gun называется, то есть все вот эти лукорудия, легкие лукорудия, вот, но так как я особо-то не могу привыкнуть к дальнему оружию, то я пользуюсь милишным. Милишным я пользуюсь в первых стадиях империатарским ножом искрой, то есть до того, как мы снимем ей броню золотую. Вот, пользуюсь империатарским ножом на искру, плюс гроза, по Культорот в первых стадиях проходит очень хороший урон грозой. Также, когда все-таки получилось с нее снять золото, мы пользуемся, то есть я пользуюсь оружием, льдом и пламенем. То есть можно в принципе взять какой-нибудь Charge Blade на лед, который мне выпал, очень-очень-очень крутой, наносит по 300 единиц урона с каждой склянки, а склянок, напомню, 5, то есть считайте сами, сколько урона наносит Charge Blade лед по Культорот, если всем попадет. Вот, но пользуюсь пока что льдом и пламенем, потому что парные клинки пока что более-менее удобное мобильное оружие, благодаря которому я могу не бояться, что меня Культорот раздавит. То есть с парными клинками я имею большую мобильность и уворачиваюсь от всего почти, вот. Ну, в принципе, что еще там попадало? Молотки, молотки, говорят, все хреновые, ну я взял парочку, потому что у них собственная атака на тысячи, выше тысячи, мне говорили, что это не так немножко работает, если молотки на стихию, то они немножко меньше будут дамажить, но ничего страшного, просто взял как для коллекции, возможно. Также попадали копья, копьями я не пользуюсь, может быть в будущем как-нибудь затестим, пожалуйста, попробуем. Также из копьепушек, на которые я в последнее время очень играл, ну очень много играл, мне ни одно не выпало, к сожалению. Я очень на самом-то деле расстроен, но еще арктемперд кульфторот не закончен ивент, поэтому я надеюсь все-таки, что мне выпадет что-нибудь хорошее из копьепушек. Вот, также свитчексы тоже, буквально вот вчера, позавчера научился более-менее на них играть, ну и как не научился, а в принципе привык немножечко. Вот, научиться-то играть много времени потребуется, вот, и выбил огонь, взрыв и паралич. Сейчас мы пойдем с параличом на квестик, покажу примерно как все это работает, но вот этот, кстати, императорский топор-король, это нереально красивая штука, то есть цвет огня здесь зеленым, он, когда взрывы происходят, невероятно красивое как бы фаер-шоу, но может быть как-нибудь в следующий раз, в следующих эпизодах покажу, как это работает. Ну и штык, ну штык-ножи, точнее это Charge Blade называется в английском, в английском языке. Вот, и очень крутая тоже штука, я, по-моему, даже показывал, как с ними сражаться, если не ошибаюсь, если не показывал, то, ребятки, напишите в комментиках, я в следующем эпизоде буду применять ЧБ, Charge Blade. Ну и катаны очень хорошие повыпадали, на самом деле на огонь, говорят, самая лучшая катана, которая может выпасть, тоже неплохо, и клинки со щитами, тоже выпало 4 штуки, ну, что я могу тут отметить, какой самый такой адекватный, ну, даже, даже не знаю, но, скорее всего, вот, миф хороший, король хороший, лед, нет, лед, лед, мне кажется, такой себе, но, в принципе, в принципе, похоже на адекватность, ну, то есть, все вот эти клинки со щитами более-менее похожи на адекватность, но, как бы, я ими еще не пользовался, сказать точно не могу, вот, ну, в принципе, это все, что попадало, также лайтбулганы, но я ими не пользуюсь, и лук империодорские искра, на самом-то деле, дальнее оружие я вообще не люблю, а, и, да, и глефа, но тоже глефой тоже не пользуюсь, вот, ну, в принципе, вот такое оружие попадало, чем оно отличается от того, что падало раньше с обычной кульвы, то есть, во-первых, этот цвет, цвет золотистый, он очень пестрый, очень кидается в глаза, из-за чего мне не нравится, но, если оружие падает с арктемпродкульвы, то оно имеет такую металлическую, как бы, платиновую окраску, это немножечко лучше, но не совсем, конечно, лучше, конечно же, крафтить оружие, делать из него что-то крутое, а когда тебе просто падает на голову оружие, это, как бы, менее интересным становится, но эффективным, на самом-то деле, и мне больше импонирует то оружие, которое я крафчу, само собой, вот, но, тем не менее, есть очень крутые оружие, которые с этой, с этой металлической окраской, плюс еще дополнительные части от монстров, то есть, очень круто выглядит, в общем, как-то так, и у каждого из оружий, которые выпадают, ну, топовых оружий, которые выпадают из арктемпродкульвтарод, есть статус крита, есть статус крита на, как бы, на стихию, если это стихия на оружие, на физический урон, если это, ну, оружие, оружие с физическим уроном, в основном, вот, ну, и на статус, как бы, на статус оружия, статус, дебафа, вот, ну, в принципе, немножечко рассказал, ввел вас в курс дела, что сейчас происходит в Monster Hunter World, ну, и, что хотел сказать, новые события, ничего нет, будет скоро, ивент, будет скоро фестиваль, во время которых будут все доступные ивенты, плюс Атекульвтарод, и во время этого фестиваля, я обещаю вам, минимум, ну, точек, так, 4-5, арктемпрод, монстров разных, убьем, которых мы еще не убивали, вот, а сегодня мы пойдем на задание Снежная Вишня, вот, пойду в соло, без палико, я теперь хожу без палико, решил немножко закалить себя, вот, и пойду без палико, также давайте покажу, что я, в принципе, ношу с собой, императорский топор паралич, который как раз выпал, и скульфтород, оберег фокусировки, также дамасский доспех, у которого тоже есть, два очка фокусировки, это нужно для заполнения шкалы топора паралича, то же самое работает на чарджблейды, очень крутой паф, также временной покров, покров скалы, вот, покров скалы, я не знаю, стоит ли его юзать, может быть, что-то другое взять, ладно, пускай будет, также доспехи ксенадживы, гамма, я, все-таки, не получилось у меня в соло ее завалить, хотя я хотел вам показать очень сильно, но, в итоге, достал себе только три билета, и то, три раза я пошел с напарниками, то есть, сам я не смог ее победить, но, ничего страшного, думаю, на фестивале, как бы, получится у меня это, также надел пояс Дракена, чисто для урона, чисто я просто не смог найти ничего, более такого, адекватного под паралич, ну, вот, нашел критический взгляд, плюс дополнительная энергия, почему бы и нет, ну, и, в принципе, все, предметы, ну, все, те же, я, в принципе, могу попробовать словить, этих ребят, попробовать, почему бы и нет, ну, и, полетели, полетели, там уже, наверное, перекусим, а то сейчас буду, да, как же его, до столовой бежать, миллион лет, так, оу, да, когда, бываю на локацию, немножко, кстати, поработал я с настройками графики, теперь у меня переменное качество, то есть, если сильно нагружает процессор, игра, то, качество резко снижается, но потом восстанавливается, ну, думаю, что вам будет, поприятнее немножко смотреть, вот, более динамично будет все, так, заплатить деньгами, блин, тарелки любителя выпивки, напитков удачи, не окрашены золотой рамочкой, значит, шанс очень маленький, но я мог бы применить талон, нет, не мог, потому что у меня его нет, и шанс был бы 100%, я, возможно, кстати, сделаю скоро видосик, насчет того, что, в принципе, новичку стоит узнать о Monster Hunter, потому что я узнал только недавно некоторые вещи, и думаю, будет полезно узнать новичкам, потому что если бы я узнал то, что я узнал относительно недавно, в начале игры, то моя бы игра была бы легче, намного-намного легче, так, ну и здесь к нам летит легиана, значит, мы вот здесь выставляем бомбочку, она прилетит примерно сюда, должна прилететь, по крайней мере, так, и мы можем, кстати, параллельно, да, вот она собирается сюда лететь, параллельно тому, как будем ждать легиана, мы можем спокойненько, набить себе Charge Blade, ау, ну да, ой, блин, я, блин, я не взорвал бочки, я слишком увлекся, я слишком увлекся, гайалака, вот, поэтому не получилось немножко, ну ладно, надеюсь, что, все-таки она туда доберется, и я взорву бочки, кстати, когда мы цепляемся на спину монстру, при помощи Свитчекса, то у нас, когда идет последняя атака, вот, у нас мгновенно заряжается почти наш, наш Свитчекс, и мы сможем применять ультимейт, только что я, кстати, применил этот самый ультимейт, это, мы просто цепляемся за, монстра, и начинаем потихонечку, ну, то есть, вгоняем в него меч, нож, не суть, на, взорвись, дружище, вот, вгоняем в него нож, и таким образом, потом еще из ножа выходит урон, не знаю, там, ударов 5-6, когда как, на самом-то деле, всегда как-то по-странному, сейчас я покажу ультимейт, то есть, нажимаем две кнопки мыши, цепляемся, вставляем меч, и начинаем дамажить потихонечку, вот, таким образом это как-то работает, сейчас мы скинем топорик, чтобы потихонечку, немножечко, точнее, превратим, наш клинок обратно в топор, потому что, как бы, как бы, о, отлично, так, и, цепляемся, даже можно так, ну, не обязательно прям цепляться за монстра, иногда можно просто, как бы, ну, просто на месте стоять, и дамажить, то есть, если мы цепляемся за монстра, мы находимся, как бы, это странно не звучало, на нем, и таким образом, можем дамажить в определенную точку, но если мы, как бы, дамажим, стоя на месте, то мы дамажим в несколько точек, потому что монстр двигается, так или иначе, так, я хотел забрать пустая ягода, ну, ладно, как скажешь, не хочешь давать, ну, и ладно, так, ну, вроде бы все, так же, покрова пока не применяю, не знаю, блин, не туда, выстрелил, ну, и ладно, падай, отлично, хорошо, заряжаем на правую кнопку мыши, но если будем нажимать, пока у нас будет клинок на левую, то, будет очень медленно заряжаться, о, по слабую точку нашел, по ней атакую, и очень много урона проходит, если по бронированной точке, защищенной, то, скорее всего, урон будет маленький, то есть, там по 10, 11, 12, ну, такому урона, а если мы именно по слабой точке, допустим, голова, крылья, то будет довольно-таки неплохой урончик, так же, если вы пытаетесь бегать и переждать некоторое время от, некоторое время, вот, то лучше бегайте с топором выкидным, ну, то есть, переделайте ваш меч в топор, потому что с мечом очень медленная скорость передвижения, допустим, вот я взял меч, видите, как медленно я двигаюсь, а если я переделаю в топор, то я уже немножко быстрее передвигаюсь, потому что, как бы это сказать, ну, я не знаю, наверное, он потому что легче, или переклоняет нас в ту сторону, куда мы направляемся, вот, ладно, поехали теперь, заберемся наверх, попробуем, эй, да зацепит ты, поднимает какие-то камни, ненужные, вот, поднимемся наверх, сразу ее взорвем, возможно, да, не, давайте, наверное, мы ее словим, потому что сейчас, если я ее взорву, мне придется еще некоторое время ее бить, в принципе, скиллы выкидного топора я показал, что я и планировал в этом эпизоде сделать, как бы, так что, просто сейчас заберемся наверх, и попробуем спокойненько ее словить, плюс я на самом-то деле не слишком много ресурсов потратил, на сражение с легианой, то есть я даже покровы не использовал, так, по сути, две хилки и пустая ягода, все, пустая ягода, чтобы избавиться от ледяного, как бы, статуса, статуса льда, так, ну и поехали, чем мы будем ее ловить, наверное, волчьей ямой, все, отлично, зверь пойман, и теперь природная охота, природа поимка летающих, это, кстати, круто, потому что ротиана розовая, это тоже как бы летающий монстр, и поэтому его тоже, если словлю, то выполню заказ экспедиции, и вот, так что, ну, в принципе, оружие менять не буду, буду использовать все тоже, но единственное, что, блин, забыл, забыл пополниться, я также еще и взял зерна вспышки, их, я бы, так, нет, их я бы тоже как бы пополнил, так, для ловли, окей, поехали, все, и зерна вспышки нам нужны будут, чтобы мы сбрасывали монстров на землю, кстати, я даже зерена урона на броню не выпил, и все равно так легко получилось справиться с легианой, ну, как бы это уже немножко уровень, потому что раньше я в принципе не как бы не сражался с монстрами, если не выпью этих зерек, вот, сейчас я даже без зерки умудрился справиться с легианой, хотя раньше я считал легиану очень проблемным монстром, на самом-то деле, так что как-то так, и ратиана, если не ошибаюсь, у нас на основной локации, на вот этом поле, находится, да, вот она, отлично, зарычала, но вообще с ратианой проще всего сражаться с покровом, наверное, буду, да, наверное, покров надену, надену я скорее всего покров скалы, потому что она обычными своими движениями сбивает все подряд, так, сейчас, она могла, меня отравить, так, переделываем топорик, и начинаю потихонечку бить, оу, что-то я пробить ее не могу, это странно, так, хорошо, эй, куда ты отпрыгиваешь, дай мне хоть, где-то, о, за голову зацепился, отлично, значит, очень много урона, ой, я потерял сознание, что, я даже не заметил, как бы, это еще один недостаток, так называемого, покрова скалы, потому что, потому что, просто, ты не замечаешь, как у тебя тратится хп, да, тебя не сбивает монстр, ты не обращаешь внимания на это хп, ну, и это может, как бы, привести к вот таким вот последствиям, я не заметил, на самом-то деле, что меня она почти, надамаживала, но, даже если так, я вряд ли смог спрыгнуть с нее, пока, как бы, я у нее на голове висел, вот, поэтому, да, ну, бывает, на самом-то деле, так, давайте, немножко пополним себе, запас ловкости, ну, и, в принципе, можно отправляться, пробовать еще раз, зельки, овк, выпить, и, наверное, сейчас уже временной покров будем применять, ну, во-первых, покров скалы закончится, а временной покров, очевидно, будет нас избавлять от попаданий серьезных атак, по нам, так, поехали, что, привет, так, а ты можешь взлететь, кстати, вот такая вот, спасибо, только вовремя, когда я топор разложил, блин, я еще хотел выступить, чуть не выстрелил, о, отлично, запараличил, хорошо, так, и можно цепляться, и потихонечку дамажить слабую точку, насколько я понял, что если мы попадаем не в слабую точку, допустим, в какую-нибудь защищенную часть тела, то мы так много урона не нанесем, ну, не то, что даже, как бы это сказать, криты не будут прокать, а то, что, еще параллельно, меньше ударов получится, насколько я понял, но это чисто мои догадки, так, на самом-то деле, я особо-то, особо-то, этого точно не знаю, так, давайте ее опрокинем, так, и зацепимся за голову, отлично, да, очень много урона проходит, очень много ударов имеется ввиду, даже а не именно урона, ударов реально очень много проходит, когда я, допустим, в голову, за голову я и цепляюсь, а если давайте попробуем за хвост, или за, или за какую-нибудь ногу, в принципе, кстати, то же самое количество раз, но у нее, на самом-то деле, защищенный, очень сильно, по-моему, именно основание хвоста, вау, так, ты упала, нет? Нет, не упала, к сожалению, эу, так, ну и давайте потихонечку пополним, запас, отлично, и, зацепимся за голову, и овк, надамажим ее, немножечко, кстати, что у нее там по, так называемому, пульсу, который виднеется ниже, ниже карты, то есть, пульс очень слабенький, это означает то, что монстра уже можно ловить, но на самом-то деле, всегда легче определять, что монстра можно ловить, по, как бы, иконке на карте, что есть череп, но он не всегда появляется, потому что, чтобы он появился, нужно немножко повысить уровень исследования, то есть, найти следы, вот, на этот счет, возможно, я тоже сделал отдельный гайд, как ловить монстров, но, не знаю, попробуем, попробуем, так, ну и сейчас просто прибежать в ее локово, и просто поставить ловушку, и ставить, все, 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 все всегда просто, на самом-то деле, изначально игра оказалась довольно-таки сложной, что придется все крафтить, хотя, я, как бы, не мне об этом говорить, потому что я просто выбил оружие, я его даже не крафтил, но я могу попробовать чисто пробежаться, тот же драй, с таким же типом оружия, но при этом, как бы сказать, не тем, которое мне выпало, а тем, которое я скрафчу, скрафчу, так, а здесь нельзя поставить ловушку, к сожалению, да, ну, значит, будем взрывать хвост, значит, будем взрывать хвост, ну, да, получилось так, что я ее убил, но на самом-то деле, было бы неплохо, что, если бы я ее словил, но словить нельзя было, как вы могли наблюдать, я просто пытался поставить ловушку, но она не ставилась, заблокирована была, ну, ладно, ничего страшного, на самом-то деле, давайте так, пособираем с нее ресурсы, там нужно посмотреть, хвост я отбил, или, или нет, нет, хвост цел, к сожалению, к сожалению, потому что с хвоста самые редкие ресурсы выпадают, на самом-то деле, допустим, если взять обычную ротиану, там шип ротианы плюс выпадает, которая, у которого очень маленький шанс дропа, ну, по крайней мере, мне дропается мега-мега редко, вот, ну, и, в принципе, все, это квест, кстати, что такого интересного в этом квесте, ну, во-первых, то, что монстры закаленные, а это значит, что с них падают гемы, но, помимо гемов, еще могут поточные, камни обычные синенькие выпадать, насчет поточных камней золотых, не знаю, вот, но, также еще есть очень крутой бонус, что за этот квест, за зимнюю вишню, дают увеличенный ранг охотника, то есть, увеличивают очки, в прирост, которые дают прирост ранга охотника, так, мне дали только 2 самоцвета, к сожалению, что-то они пожадничали, прям, сегодня, 2 самоцвета, плюс еще беленького цвета, сопротивление взрыву, и сопротивление сну, ну, такое себе сопротивление сну, на самом-то деле, так, у меня один раз обморок был, да, вот, очень много дали очков ранга охотника, вот, и, как раз для этого и ходят на этот квест, потому что, очень много, очень большой прирост идет, ну, и, в принципе, вроде бы как все, фух, ну, а на этом все, дорогие друзья, в таком случае, надеюсь, эпизод вам понравился, если есть какие-то вопросы, задавайте комментарии, я постараюсь ответить, также, планируются в будущем, ну, в будущем, в ближайшем будущем, скажем так, гайды по этой игре, так что, если вы новичок, и вам интересны некоторые нюансы, тоже пишите в комментариях, я попробую их прочесть, то есть, и, как бы, сделать гайд на ту или иную вещь, которую вам, которая вам интересна, вот, а на этом все, всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте оценивать видео, лайком или дизлайком, также не забывайте комментировать, это, это видео, даже если у вас не появилось вопроса, вы можете просто что-то написать интересное, вот, а, и подписывайтесь на канал, также, и жмакайте на колокольчик, на этом все, всем до скорого, увидимся в следующем эпизоде, или в любом другом видео, всем пока, субтитры сделал DimaTorzok,